Теремок ТВ 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 Продолжение следует... О, нашёл! Детектив, говоришь? Что это за шляпа? В ней ты выглядишь ещё лучше! Судя по шляпе и твоим словам, ты играешь в детективов! Хм, вообще-то я детектив Марин! И какое же ты нашёл дело? Посмотрите! Вертушка пропала! Куда она делась? Сама по себе она пропасть не могла! Значит, её кто-то украл! Марин, у нас теперь детектив! Он обязательно поймает преступника, да? Разумеется! Я раскрою это дело с помощью дедуктивного метода! И кто бы это мог быть? Кто мог просто взять и забрать часть школьного здания? Кто мог её взять? Го-го! Кажется, благодаря тебе я понял, кто это! Ребята, поплыли! Мы должны вернуть вертушку! Ты считаешь, вертушка где-то здесь? Да! Её наверняка взял мэр города! Что? Зачем это моему папе красть вертушку? Но ведь мэр является главой города! Это значит, он может брать всё, что угодно и откуда угодно! Хе-хе-хе! Это как мой папа, когда он без разрешения берёт мою кружку с акулой! Ну что, думаете? Глупости! Мой папа ни разу в жизни просто так ниоткуда ничего не брал! Марин, по-моему, брать что-то у своих близких и у города – это разные вещи! Да как ты мог заподозрить моего папу? Да нет же, я просто делал выводы! Глупая эта ваша игра в детективов! Играйте без меня! Эй, Лоджик! По-моему, Лоджик прав! Не каждый может сделать правильные выводы! Такое важное дело требует вмешательства полиции! Пошли к моему папе! Иу-иу-иу! Кто у нас самый лучший полицейский? Конечно же, папа! Мой любимый папочка! Иу-иу-иу-иу! Иу-иу-иу! Сирена! Погоди минутку! Что? Для чего вообще кому-нибудь могла понадобиться вертушка? Э-э-э-э... Я... Я знаю! Чтобы добывать энергию! Да! И чтобы узнать, кто взял вертушку, надо понять, кому нужна энергия! О-о-о-о! Подумайте, что необходимо сирене, чтобы мигать и издавать звуки, а? Энергия? Вот именно! Наверняка преступник похитил школьную вертушку, чтобы вырабатывать энергию для своей сирены! Но единственная лодка, у которой есть сирена, это папа Альто! Э-э-э... Папина сирена работает вообще без электричества! А-а-а... Правда? Да! Лоджик был прав! Все твои выводы глупые! А-а-а-а! И я больше в детективов не играю! А-а-а-а! Марин, это ты уже чересчур! Го-го прав! Но я же просто старался делать выводы! Вот что! Я найду того, кто это правда сделал, и тогда Альто и Лоджик поверят, что я следовал логике! А-а-а! И кто же все-таки украл вертушку? А-а-а! Я должен это понять! А-а-а! Да зачем она вообще кому-то нужна? Да! Почему они ее просто не купили? И правда, они могли бы ее купить! А-а-а! Я все понял! Ты знаешь, кто вор? Да! Плывите за мной! Теперь наверняка! А-а-а! Что? Это же магазин моего папы! Да! Это место, где все продается! Может быть, кто-то захотел купить пропеллер, и владелец магазина отдал им тот! Марин, это немного... Мой папа так бы не сделал! И в его магазине продаются только новые вещи! Ой, да! И правда! Это уже слишком! Нельзя так всех подряд подозревать! Погоди, это же был просто вывод! Мне эта игра больше не нравится, так что я ухожу! Го-го! 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 Похоже, мои выводы и правда глупые! И я обидел всех друзей! Марин, вышенок! Уверена, если ты еще подумаешь, обязательно раскроешь это дело! Пойду сейчас домой и возьму лупу! Тогда мы сможем хорошенько осмотреть место преступления! Марин и друзья! Я зайду на минутку за лупой! Это же вертушка! Что это она делает у меня дома? Что если я сам преступник? Нет, это невозможно! И дома никого нет! Кто же это сделал? Марин, ты там еще долго? Можно я пока зайду? Что же делать? Виви! Марин, в чем дело? Ты устал? Да, ничего! А ты точно не заболел? Может тебе полежать? Да пойду-ка я отдохну! Эта игра меня утомила! Давай как-нибудь потом доиграем в детективов! Пока-пока! Пока! Кто же это сделал? Кто принес сюда вертушку? Мама? Папа? Да нет! Руби? Неужели они и есть воры? А что если их арестует полиция? Мама! Папа! Руби! За кражу вертушки вся твоя семья приговаривается к пожизненному заключению! Мама! Папа! Руби! Нет! Марин, береги себя! Марин, будь добрым к людям и никогда не кради вертушки! Нет! Не бросайте меня одного! Нет! Я должен их защитить! И я должен повесить вертушку на место, пока пропажу не обнаружили! Так, теперь надо очень быстро доплыть до школы! Ну вот, теперь осталось поставить вертушку на место! Ладно! Поиграем в салочки на площадке! Будет весело! А с Марином было бы еще веселее! Марин предпочитает играть в детективов! Подумать только! Он обвинил моего папу! Да как он мог? Я думаю, он это не специально! Но он ведь и моего папу умудрился обвинить! Марин! Привет, ребята! Да это же вертушка! Это ты ее украл? И все эти обвинения были просто для отвода глаз? Марин, я от тебя такого не ожидала! Да нет же! Вы все не так поняли! Да? А ты моего папу так понял? И моего тоже? И моего! Это уже слишком! Сначала украсть, а потом еще всех обвинять! Это не я! Вертушка у меня! Но это не я ее украл! Честно! Так, дети, перестаньте! Друзья ссориться не должны! Так, теперь надо протестировать! Я ее починил! Ха-ха-ха-ха-ха! А вы, дети, не деритесь, а лучше поиграйте! Если это мистер Кан сначала взял вертушку, чтобы починить, а теперь повесил ее обратно... Тогда что за вертушка у Марина? Что же эта вертушка делала у меня дома? Ты этого что, и сам не знаешь? Так вот, куда подевалась вертушка! Пап, а почему эта вертушка лежала у нас дома? Нам нужно больше электричества, и я решил купить вертушку, а потом вышел на минутку, а она пропала! Так, значит, никакой кражи не было! И преступников тоже не было! Ребята, простите, что я подозревал ваших пап, и что устроил столько суеты на пустом месте! Да, и мы тебя подозревали! А друзья не должны друг друга подозревать! Да, мы были неправы! Я так разволновался, что утратил способность мыслить логически! Прости, Марин! Надо это выкинуть! Я больше не хочу быть детективом! Все, чего я добился, это только обидел вас своими глупыми теориями! Марин, пошли играть! Сегодня мы все решили быть детективами! Вместе мы сможем раскрывать дела, которые сложно раскрыть в одиночку! А поскольку среди нас есть такой гений, как я, мы сделаем правильные выводы! Ну что, Марин, будешь с нами играть? Да! Альто, учится мастерить! Альто, ну-ка, перестань! Не шуми! Да ну, это весело! Альто! Да ладно, ладно! Может, на улице поиграем? Да, пойдемте на улицу! Но только никаких молотков! С молотком веселее! Он сломался! Ну вот, придется выкинуть! Отдай лучше мне! Хорошо! Все равно он больше пищать не будет! Держи! Спасибо! Ну, что теперь будем делать? Поплыли на площадку! Вот как он без молотка-то говорил! Да, поиграем на площадке в салочки! Здорово! Поплыли скорее! Марин! Я вас попозже догоню! Поиграйте без меня! Ладно, догоняй! Не задерживайся! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Тебя уже осалили? Ребята, посмотрите! Та-да! Смотрите! Это мое последнее детище! Ракушечный молот! Если почему-нибудь ему дарить, ракушки будут стучать, как кастаньеты! А? 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 Ну как? Здорово! Здорово! Дай постучать! Мне тоже! Для меня! Ну-ка, прочь! Я первый! Это же был мой молоток! Успокойтесь, я всем дам постучать! Марин, ты первый! А? Хе-хе-хе-хе! Здорово! Он и правда стучит, как настоящие кастаньеты! Ты чего это дал ему, мой молоток? Как это твой? Теперь это мой молоток! А? Альто! Ты же подарил его лоджику! Нет, вовсе нет! Я ему только поиграть дал! Альто! Да ты же собирался его выбросить! Ну и что? Он же раньше был мой! Можно я его заберу? Я хочу снова с ним поиграть! А? А? Он мой, так что я его забираю! Молоточек! Альто! Хе-хе-хе! Ладно, делай как знаешь, я себе еще один сделаю! Хе-хе-хе! Спасибо, Лоджик! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Я тоже такой хочу! О, Лоджик, а как ты его сделал? Да просто нацепил на молоток ракушки! Главная идея! А воплотить ее уже просто! Вы тоже так сумеете! Здорово! Тоже хочу попробовать! Я тоже! Ладно, давайте делать вместе! Я вам помогу! Хе-хе-хе! Какой же у меня молоток! Эй, хотите постучать? А? Сплавайте теперь домой и принесите что-нибудь, что уже собирались выкинуть! Ясно? Да! Ну вот, одному играть скучно! Лоджик, вот наши сломанные вещи, как ты и просил! Что нам с ними делать? Вы хотя бы примерно представляете, что хотите? Я бы хотел что-нибудь похожее на этот молоток! Хе-хе-хе! Здорово! Мы можем сделать ударную установку! Разные банки издают разные звуки! И если их связать вместе, получится барабанная установка! Здорово! А потом я их украшу с помощью цветной бумаги, и у меня будут отличные барабаны! А мне? Мне что сделать? Я принесла ленточку от упаковки, которую жалко было выкидывать! А ещё кораллы и ракушки, которые я подобрала на улице! И я хочу сделать что-нибудь красивое! Прямо как я сама! Если ты всё это соединишь по кругу, получится отличная диадема! Диадема? Да! Диадема! И я в ней буду такая красивая! Прямо как принцесса! Марин, идея простая, но очень хорошая! Марин, Лоджик, помогите мне что-нибудь придумать! У меня тут старые трубочки для коктейлей! Гу-го, ты же любишь фотографировать, да? О! Я просто гений! У меня есть отличная мысль! Какая? Можно соединить трубочки, и получится фоторамка! А если ещё сзади приделать трубочки, она будет стоять! Здорово! Спасибо, Лоджик! Ты у нас такой умный! Да, я очень умный! Лоджик, а сам ты что сделаешь? Я сделаю подставку для ноутбука! Вот эта часть лампы сломалась, но вот эту ещё можно использовать! И я из неё сделаю съёмную подставку для моего компьютера! Тогда я смогу его поставить на любой высоте и под любым углом! Ух ты! Здорово! Правда? Нехорошо себя хвалить, но я молодец! Ладно, приступаем! Это... А-а-а! Марины и друзья! Что это они делают? Привет! Хочешь присоединиться? Лоджик нам помогает, так что должно получиться очень здорово! Да! Правда? Да уж, сам ты никогда ничего не сделаешь! Тебе повезло, что у тебя есть такой гениальный друг, как я! То есть как это? Я и сам всё умею! Если бы ты всё умел, ты бы не попросил у меня свой молоток обратно! Посмотрим! Я сейчас что-нибудь такое сделаю! Сам сделаю! Готово! Смотрите! Здорово! Здорово! Я тоже закончила! Ну как? Я в ней красивая! Очень красивая! Прямо принцесса! Принцесса! Правда? Я себя и чувствую, как принцесса! Как вам? Я доделал барабаны! Ух ты! И моя фоторанга готова! Надо вставить фотографию! Да? Тогда я сейчас поплыву домой и выберу какую-нибудь фотографию! Вот уж, Лоджик, увидим, на что я способен! Ну как же... Как же мне это построить? Ух ты! Это ты сам нарисовал? Правда здорово! Хочу это сделать! Как чудесно! А вот это ты как присоединишь? Ну, я пока еще не придумал! Я не знаю! Пока! Может, ты мог бы попросить Лоджика тебе помочь? Лоджика? Да я и ты без Лоджика отлично построю! Я все сделаю сам! Аль-то! Ух ты! Какой чудесный поезд! Отличная мысль! Аль-то хочет его смастерить! Лоджик, давай поможем! Аль-то сказал, что он сам все сделает! Хотите ему помогать? Помогайте! Лоджик, у тебя же лучше всех получается это делать! Мы без тебя не сможем! Точно! Для тебя даже сложные задачки легкотня! Без тебя у нас точно ничего бы не получилось! Что же, я правда умею мастерить вещи! Ладно, давайте поможем Аль-то! Поищите у себя еще сломанные вещи и встретимся возле дома Аль-то! Куда же она делась? Теперь я даже схему потерял! Вот беда! Отличная идея! Что же ты не сказал, что мастеришь такой красивый поезд? Лоджик! Спасибо! И прости, пожалуйста, что забрал молоток! Держи, он твой! Мне с ним одному было очень скучно играть! И с поездом я теперь совсем запутался! Когда что-то делаешь вместе, то получается гораздо лучше и веселее, чем в одиночестве! Да уж, гораздо веселее все делать с друзьями! И поделки выходят гораздо лучше! Марин, брав! Ребята! А теперь делаем все, как я говорил! Да! Та-дам! Готово! Это даже лучше, чем настоящий бой! Давайте кататься! Ну, все готовы? Да! Экспресс-стражей кораллов отправляется в поездку по аквавилю! По вагонам! Кататься на поезде с друзьями – это так весело! И удивительно, как ненужные старые вещи превращаются во что-то новое! И мусора мы теперь выкинем меньше! И все это благодаря моему уму! Давайте больше не выкидывать вещи, а делать из них что-нибудь хорошее и полезное! Давайте! Внимание! Наш поезд проплывает мимо школы и далее в штаб-квартиру! Да! Чук-чук! 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 Что случилось с Лоджиком? Победитель Олимпиады по математике получит последнюю модель робота-шарку! Что? Серьезно? Правда! Лоджик, ты же будешь участвовать! Конечно! Математика – мой конек! Лоджик, если ты победишь, ты ведь дашь мне поиграть с роботом! И мне! Не волнуйтесь! Принесу его в штаб-квартиру и будете играть! Ребята, а я в Коралловом лесу нашла новую цветочную поляну! Поплыли и посмотрим! Я сейчас должен заниматься, а не смотреть на цветочки! Я пошел! Виви, прости, но мы должны помогать Лоджику! Поплыли, ребята! В следующий раз посмотрим на цветы! Извини! Ну, спасибо! Что, опять неправильно? Никак не получается решить! Лоджик, мы тебе поесть принесли! Вот, моя мама добавила туда побольше водорослей! Ты, наверное, устал? Поешь! Ешь все! Мозгу нужны не только задачки, но и хорошая еда! Точно! Ребята, наверное, слишком давить на Лоджика тоже не надо! Давить? Да я любой конкурс выиграю! Узнаю Лоджика! Пошли, ребята, оставим его в покое! Ладно! Удачи, Лоджик! Удачи! Я сейчас так уверен в себе! А что, если я не выиграю? Что же делать? Что же мне делать? Точно! Придумал! Почему Лоджика не было в школе? Может, он слишком много занимался и поэтому не смог прийти? Да! Наверное, он всю ночь решал задачки и слишком устал! А это значит, что он победит! Ребята, помните, я вам рассказывала про новую поляну? Так вот, там такие красивые цветы! Пособираем? Цветы? Нет! Мы собираемся играть в бейсбол! Ливи, прости! Сегодня поиграем в бейсбол, в следующий раз на поляну! Забудьте! Пойду туда одна! Итак, стимулятор мозговой активности готов! Теперь осталось его включить, чтобы он направил на мой мозг поток отрицательно заряженных ионов И от этого я стану еще умнее прежнего Ну что, попробуем? Я чувствую себя таким легким! Впрочем, этого следовало ожидать! Так, попробуем решить еще раз Зачем я вообще этой ерундой занимаюсь? Математика – это скучно! По плыву-ка я лучше домой и посплю Лоджик, что происходит? Тебя не было в школе? Да, я был занят ночью, но я предупредил учительницу Всю ночь занимался математикой? Вот так Лоджик! Математикой? Да что в этом интересного? То есть, как это? Что может для тебя сейчас быть важнее, чем математика? Ну, не знаю, как-то я сейчас не в настроении заниматься Разве так бывает, что тебе этого не хочется? Да ты же обожаешь математику! Обожаю? Да как она вообще может кому-то нравиться? Ребята все здесь и Лоджик тоже Как приятно пахнет! Где ты его сорвала? Я его нашла на новой поляне Ух ты, он такой красивый! Покажешь мне поляну! Ты правда хочешь посмотреть? Но ты ведь не любишь цветы! Разве? Ну, он такой красивый и так приятно пахнет! У меня так поднялось настроение! Серьезно? Тогда поплыли! Тогда вперед! Какой-то Лоджик странный Да уж! Может он слишком много занимался и у него повредился мозг? Но как же тогда наш робот Шарко? Хватит стоять! Поплыли за ними! Как же они чудесно пахнут! И цвета такие яркие! Виви, как тебе удалось найти такую прекрасную поляну? Да просто я очень люблю цветы! Знаешь, Лоджик, мне с тобой так интересно! Мне тоже! Оказавшись здесь, я понял, что это гораздо интереснее, чем учиться! Правда? А хочешь, я тебя научу гадать на цветах? Конечно! Так, смотри внимательно! Отрываешь по одному лепестку и говоришь специальные слова гадания! Что-то тут не так! Лоджика будто подменили! Да, что-то он сам на себя не похож! Нельзя просто стоять и смотреть! А не то мы с вами никогда не поиграем в Шарко! Наш Лоджик гадает на ромашках! Не могу поверить! Что это с ним случилось? Почему он решил, что не любит математику? Наверное, он слишком много занимался и сошел с ума! А ведь я всегда говорил, учеба хороша в меру! Ребята, посмотрите! Что это? Не знаю! Выглядит очень странно! Стимулятор мозговой активности! Стимулятор мозговой активности! Видимо, Лоджик использовал машину, чтобы стать умнее, но что-то пошло не так! Видимо, да! С машиной что-то не так? Как нам помочь Лоджику? Мы ведь теперь знаем, в чем дело! Мы должны вернуть прежнего Лоджика! Марины и друзья! Гадать на цветках – это так весело! Да, Виви? У меня для тебя подарок! Какая красота! Ты сам сделал? Если нажать, они светятся! Она просто чудесная! Спасибо! Ребята, вы чего? Не дергайся! Марин, давай нажимай на кнопку! Что? Что такое? Кнопка исчезла! Что? Куда она делась? Я себе нравлюсь таким! Оставьте меня в покое! Что делать? Кажется, Лоджик вовсе не хочет становиться прежним! Ой, не знаю! Эй, а где Лоджик? Мы с ним собирались делать ожерелье? Лоджик рассердился и уплыл! Мы пытались его заставить использовать стимулятор мозга! Ребята, а нельзя оставить его таким? Мне такой Лоджик нравится больше! А мне кажется, не стоит! Это из-за робота? Да не в этом дело! Просто Лоджику лучше быть самим собой! Виви, подумай сама! Вот ты бы хотела стать Канг-Альто! Я себе нравлюсь такая, какая есть! Вот видишь, тебе нравится быть собой! Вот и Лоджику нравилось! Ну да, теперь я вспоминаю! Лоджик себе и правда очень нравился! Да, но нам не удалось вернуть его в прежнее состояние! Почему? Потому что на пульте не оказалось кнопки! Виви, твоя брошка! В чем дело? Мне ее Лоджик подарил! На ней кнопка! Похоже, что она с этого пульта! Что? Виви, отдай нам кнопку! Но ведь Лоджик впервые сделал мне такой подарок! Спасибо, Виви! Да, но как нам теперь найти Лоджика? Кажется, я знаю, где он! Виви, я тебя ждал! Давай плести ожерелье! Но сначала мы с тобой должны сплавать в штаб-квартиру! Я туда не пойду! Ребята хотят меня сделать прежним! Кошмар! Виви, тебе тоже кажется, что я странный? Да, ты стал странным! Виви! Нам надо пойти в штаб-квартиру! Нет, Виви, не надо! Я себе таким нравлюсь! Да ты сейчас сам не свой! Поплыли! Лоджик, смотри! Хочешь цветок? Спасибо, конечно, но я не люблю цветы! Правда? Ты не любишь цветы? Я же сказал! Разве я их когда-нибудь любил? Ура! Настоящий Лоджик! Лоджик, мы по тебе скучали! Я счастлива! Я несчастлива! Я счастлива! Да с чего мне быть счастливой, когда со мной никто не играет? Виви! Что это вы все тут делаете? А ты как думаешь, пришли поиграть с тобой? Да, давай играть! Играть? Но вы же не любите играть с цветами! Как это не любим? Да мы просто обожаем цветочные поляны! Правда, ребята? Да! Правда! Тогда давайте погадаем! А как там Лоджик? Он победил на математической олимпиаде! Ой! Это же робот Шарко! Так ты выиграл? Конечно! Иначе бы я сейчас тут не играл! Наконец-то узнаю Лоджика! Вечно хвастается! Держи! Это тебе вместо брошки! Серьезно? Ты даришь его мне? Угу! Ты мне помогла понять кое-что важное! Спасибо! Лоджик! Виви, как же тебе повезло! Слушай, раз уж мы все равно тут, можно поиграть с твоим роботом! Ну, если ты погадаешь со мной на цветах, то я подумаю! Правда! Давай скорее гадать! Мне дадут робота! Мне не дадут робота! Мне дадут робота! Мне не дадут робота! Найти преступника Корки, иди сюда! Попался! Кто-то проплыл? Наверное, показалось! В чем дело? Снаружи кто-то есть? Никого тут нет! Корки, ну и напугал ты меня! Ой! О! Здесь же лежала моя игрушка! Корки, это не ты её спрятал! Из нашего дома сегодня раз и пропал целый яблочный перо. Да, и у нас дома тоже стала пропадать еда. Ой, я боюсь, как бы не случилось чего пострашнее. Тут вы правы. Так, так, пожалуйста, не паникуйте. Отправляйтесь по домам, а я проведу тщательное расследование. И по возможности присматривайте за детьми. Что-то странное происходит в городе. Понятно. А вот и наш воришка. Что ж, приступим. Ай! Ой! Ну, ты у меня ещё попляшешь. Так мы сегодня устраиваем пикник у костра? Конечно! Скорей бы! А вот я тебя и нашёл. Где же он? Куда он подевался? Где ты? Ой! Ой, боюсь, боюсь! Ой! А-а-а! 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 Ничего себе! В городе вор! Пусть попадётся мне только на глаза! Альто, какой же ты смелый! Правда, если вспомнить, какое кто убежал от доктора, потому что боялся уколов вакцины от гриппа. Виви, это потому что у меня аллергия на шприцы. Ребята, я тут подумал о том, что происходит в городе, и пришёл к выводу. Эй, сосиски подгорят! Я люблю поджаристые. В общем, те дома, из которых что-нибудь пропало, Пойду посмотрю. Тут никого нет. А мы испугались. Наверняка это мистер Кан везде совал свой нос и попался в одну из наших ловушек. Моя сосиска! Кто из вас её съел? Я не ела. Я тоже. А куда же она делась? Неужели? Ну вот, пусть наши сосиски получше прожарятся. А пока они тут готовятся, поплыли, поиграем снаружи. Та-та-та-та-та-та-та-там был вор! Не следа! Что? Да это же... Ребята, да это детёныш кальмара. Будущий гигантский кальмар! Надо же! А вы уверены, что вся эта суета в городе из-за него? Смотрите, у него моя игрушка! Наверное, он голодный! Ты потерялся, где твоя мама? Мама? То есть... Все хорошо! Можешь оставить игрушку себе! Все хорошо, кальмарчик, не плачь! У Марина дома осьминог. Наверное, кальмару понравился запах. Наверное, его успокаивает запах. Смотрите, как Марин с ним играет. Ну, малыш, всё в порядке. Он отстал от мамы. Что нам делать? Как ему помочь? В городе гигантские кальмары нигде не гдиздятся. Впрочем, иногда их слышат из океанской впадины, которые находятся немного на запад от города. Может быть, нам пойти туда и поискать? Знаете, но ведь взрослые гигантские кальмары, они такие... Кто там две минуты назад говорил, что он смелый? Но всё равно, они же такие... Огромные! Но ведь впадина находится совсем недалеко от наших домов. Почему бы нам не заглянуть туда, когда поплывём обратно? Вдруг он сам вспомнит дорогу к своему гнезду. А если не вспомнит, мы попросим помощи у папы Альто и других взрослых. А если повезёт, то мы и с его мамой встретимся. С мамой? Альто-трусишка! Мистер Кан, что вы тут делаете? И не могли бы вы сделать музыку потише? Вы пугаете малыша кальмара. И как это вы пробрались через ловушку с прищепками? Наконец-то я нашёл вора! Лоджик, кажется, твоя ловушка не работает. Ты прав. Надо будет попробовать другую схему. Мистер Кан, это наша секретная штаб-квартира. Я же вам говорила, взрослым сюда нельзя. Это всё чудесно. Но у вас тут вор. Я по всему городу искал того, кто стоит за этими кражами. И, наконец, нашёл! Ну, это просто детёныш. И мы же вам сказали, сюда никому нельзя. Особенно взрослым. Стойте! Нет! Ну что, наверное, мама за тебя волнуется. Пора вернуть нашего малыша домой. Вперёд! Вперёд! Аль, то может тебе остаться? Да поплыли уже! Вперёд! 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 Ну что, мы приплыли? Лоджик, что скажешь? Судя по всему, нам сюда. Что? То есть, ты точно не знаешь? Может быть, нам тогда позвать или... Позвать гигантского кальмара? Мистер Кан, это опять вы! Выключите музыку! Детки, ну-ка отдавайте преступника. Мы должны срочно доставить его домой, так что хватит нам мешать! Дети, чего это вы так испугались? А-а-а! 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 Пока! Да нет, оставь себе на память. И больше, пожалуйста, смотри, не теряйся. Да, малыш, всегда держи маму за руку, и тогда не отстанешь Да, не расставайся со своей гигантской мамой Пока, маленький кальмарчик, береги себя Пока-пока, кальмарчик, всего хорошего, заходи в гости Пока, малыш, увидимся! Гигантский кальмар, здорово! Вот это да! А характер у них гораздо мягче, чем можно было бы предположить И зачем мы только волновались? Но по игрушке я буду скучать Ух ты! О-о-о, жемчужина! Какая красивая! Ну, воришка, ну попадись мне! Папы снова в школе! Легенда гласит, что серебристые рыбки умеют исполнять желания О-о-о! Правда? А когда мы их сможем увидеть? Если повезет, то лет через десять Да, пап? Л-о-о, Лоджик, не забывай Сегодня я не твой папа, я заменяю учителя Да, точно, извините Поскольку серебристые рыбы ведут исключительно ночной образ жизни Увидеть их непросто Однако, когда-нибудь вы их, вероятно, увидите Интересный сегодня был урок про рыбок Скорее бы их увидеть, тогда я загадаю свое заветное желание Точно! Если я увижу такую рыбу, я у нее попрошу самый огромный торт на свете А я игровую приставку Ребята, вы чего? Папа рассказывал легенду, в реальной жизни так не бывает Но все равно было весело Го-го, завтра будет твой папа, что он нам расскажет? Ребята, я лучше поплыву домой, а то мне интересно, что же папа собирается нам завтра рассказать Пойду спрошу До завтра! Вы только посмотрите! Какие яркие цвета! Скажите, а мы будем это есть, да? Пока нет, еще рано Сначала я вам расскажу, из чего сделаны все эти сладости Это очень интересно Вот это красное желе сделано из коралловых цветов А эти леденцы из спиральных кораллов Спиральные кораллы очень сладкие Хотите попробовать? Вкусно! Невероятно сладкие Вкуснотища! У нас в Аквавиле очень чистая вода Так что здесь растет много-много всего съедобного А я уже все доел Нельзя ли мне съесть еще чего-нибудь вкусненького? А больше нет Но ты можешь купить в моем магазине Что? Похоже, зря я так быстро ел Го-го, мне так понравился урок твоего папы Правда, я рад Альто, завтра твой папа? Да Интересно, что он придумал А то вдруг он будет рассказывать что-нибудь скучное Никогда такого не видел Да, Альто, твой папа в каком-то смысле уникальный Думаешь? Сегодня я научу вас искусству самообороны Навыки самообороны могут понадобиться вам в опасных ситуациях Ну что, все готовы? Да! Отлично! Приступаем! Ты такой смелый, прямо как твой папа Было здорово! Лоджик, сегодня был отличный урок, правда? Да, я и не знал, что самообороны это так весело Ну что, теперь очередь твоего папы Он тебе не сказал, чему он собирается нас учить? Правда? Даже если ты не знаешь, уверенно, будет весело В конце концов, это же твой папа Мне вот очень любопытно, чему нас еще научат Мне тоже Пап! Пап! Сынок, что это привело тебя на кухню в такую рань? Пап, ты ведь будешь хорошим учителем Пожалуйста, проведи интересный урок Ну конечно, ты что, не доверяешь своему папе? Не волнуйся, уверен, твоим друзьям мой урок понравится Будет весело! Семофорные азбуки сигналы подают руками Впрочем, в некоторых случаях используют флажки и другие подобные предметы В мире существует несколько видов семофоров Я это уже все знаю А сейчас я расскажу об еще одной забавной азбуке В ней используются звуки разной длины Изначально для этого использовалось электричество, но вообще-то это не обязательно Сейчас я вас научу Что же делать? Ребятам так скучно! Неужели папа не видит? Если вы в опасности или где-то заблудились, вы можете подать сигнал, который означает «помогите» Но если вы далеко, то сигнал нужно послать громкий И для этого можно использовать раковину Она фокусирует звук, и он усиливается вот так Что? В чём дело? Что? Что? Ой, ты смешной Марин, прости, я случайно уснул на уроке Да ничего, всё в порядке Марин! Вот вы все где Да, Марин, мне уже пора, до свидания Нам тоже пора, до свидания Что, Марин? Не очень весело у меня получилось Я поплыву домой Марин! Марин и друзья! Марин, хочешь поиграть в бейсбол? Я уже договорился сегодня встретиться с друзьями Да? Ну, ладно Так в коралловый лес, правда, приплыла стая серебристых рыб? Мне папа так сказал Ребята, а давайте на них посмотрим Думаешь? Но они же плавают только ночью А ночью там страшно Да всё хорошо Мы же вместе поплывём И такой шанс выпадает раз в десять лет Ладно, я за Я тоже Вообще-то я тоже хочу с вами А ты, Марин? Ну, я... Марин, поплынем вместе с нами Будет здорово! Хорошо Лоджик, ну и долго нам ещё ждать? Я есть хочу Кажется, они вот-вот должны проплыть И я хочу есть Да, ты тоже голодный А еды мы с собой не взяли? Хотите, я принесу что-нибудь поесть? Мой дом ближе всего Да, отлично! Мы тогда с Марином останемся здесь А Лоджик и Альту пойдут с тобой Скорее! Ладно, ладно, поплыли уже! Скоро темнеть начнёт А с нами ничего не случится Не волнуйся, Марин, я с тобой Го-го, а мы не заблудились? Да вроде мы на правильном пути Но я немного путаюсь в темноте Как-то мы слишком долго плывём Моё мнение таково, что мы плаваем кругами Правда? По-моему, нам туда Стойте! Это же коралл! Мы только что мимо него проплывали Да, верно Но где же мы тогда? Что? Что же делать? Мы заблудились! Лоджик! А-а-а! Что это? Альто, в чём дело? Не кричи, так страшно! Там какой-то шум! А-а-а! Альто, стой! Спасите! А-а-а! А-а-а! Ребята! Марин, ты нас напугал! Где вы были? Мы вас обыскались! Ну, мы заблудились! Как замечательно, что вы нас нашли! Хе-хе-хе! Правда! Мы тоже заблудились! Что? А-а-а! А-а-а! Помогите! Спасите! Не могу так больше! У меня голос сел! А-а-а! И у меня! Что же делать? Надо же как-то сообщить, что мы здесь! Точно! Сигналы! Сигналы! Помните, нам папа Марина рассказывал, надо подать сигнал о помощи! Да, точно! Вот только я ничего не помню! Я помню! Вот так! Отлично! Давайте все вместе! Слишком тихо! Нас так вообще никто не услышит! Раковина! Нам нужна раковина! Помните, я из-за нее со стула упал! Точно! Нашел! Стойте, стойте! Марин! Дети! Марин! Папа! Пап! Я вы! Мы здесь! Здесь! Дети! Папа! Ты в порядке? Не поранился? Все хорошо! Дети, если бы не эти ваши стуки, мы бы вас не нашли! Это точно! Спасибо, папе Марина! Это он научил нас подавать сигналы о помощи! Да! И простите, что я уснул на вашем уроке! Простите! Простите! Да все в порядке! Пап, я ведь, наверное, тоже тебя обидел! Прости! Но ведь это мой урок тебя расстроил! Извини! Вовсе нет! Ты самый-пресамый лучший папа на свете! Правда? А ты самый лучший на свете сын! Ух ты! Смотрите! Серебристые рыбы! Здорово! Желание! Пожалуйста, пусть у меня будет самый большой торт на свете! Дорогие рыбки! Я хочу, чтобы мои мама и папа жили долго и счастливо! Марин! Лоджик Чистюля А, ну и проголодался же я! А? Печание! Лоджик, в чем дело? Сначала вымойте руки! А можно сначала поесть? Мы такие голодные! Сейчас ходит вирус, от которого кожа покрывается пятнами и чешется! Разочек-то можно грязными руками? Нет! Дезинфекция! А сам ты как будто идеально чистый! Да я правда идеально чистый! Зато благодаря лоджику мы теперь можем не волноваться, что подхватим это ужасное заболевание! И с этой минуты я буду следить за тем, чтобы в нашей штаб-квартире было чисто! Как только ему все это не надоедает! И не говори! Лоджик, а что это за книга так тебя увлекла? Это книга одного ученого-профессора Джинни об охране морской окружающей среды! Профессор Джинни? Кто это? Вы что, никогда не слышали о знаменитом профессоре Джинни? Ну, если говорить о фактах его биографии... В семь лет профессор Джинни заинтересовался охраной окружающей среды и начал свою карьеру исследователя! Описаны в его работах! И то, что мы с вами живем в таком чистом месте, как Аквавиль, прямая заслуга великого профессора Джинни! Ух ты! Похоже, профессор Джинни и правда великий! Да! И я тоже решил стать ученым-экологом! После игр на улице нужна дезинфекция! Возможно, ты и прав! Но так нас пугать вовсе не обязательно! Да, Лоджик! Я это делаю ради вас же самих! Чистота и гигиена – единственная защита от болезней! Лоджик, но мы-то на улицу не выходили! Эти цветные карандаши используют все подряд! Они наверняка просто кишат микробами! Устала я уже от всей этой чистоты! Вот, закончу свое изобретение и микробам конец! Классно поиграли! И перепачкались! Был бы там Лоджик, он бы нас за это отчитал! Кстати, а где Лоджик? Он сказал, что собирается работать над важным изобретением! Вы не проголодались? У меня в штаб-квартире лежат кексы с подростями! Их испекла моя бабушка! Правда? Поплыли скорее! Книга профессора Джинни «Методы защиты окружающей среды» Это же та книга, которую так любит Лоджик! Надо ему отдать, а то он ее ищет, наверное! Это труднее, чем я думал! Не забудьте использовать спрей! Здорово! Кексики! Наверное, вкусные! Обязательно на меня брызгать, когда я ям! Это для твоей же пользы! Чем вы таким на улице занимались? На вас целый слой грязи! Мы играли в палочки! Спреем тут не обойдешься! Плывите домой и примите душ! Хорошо! Но сначала поедим кексы! Ну-ка, немедленно домой, мыша! Ну, плывите! Скорее! 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 А это уже слишком! Вот именно! Он нам даже не дает съесть бабушкины кексы! Что-то он только о чистоте и думает! Вот бы Лоджик тоже как-нибудь испачкался! Верно! А давайте попробуем как-нибудь его испачкать! Как можно испачкать кого-то, кто так помешан на чистоте? Нереально! Ну вот! Даже книгу ему отдать не успел! А Лоджик вроде работает над изобретением! У меня есть план! Я вам расскажу! Сделаем так! Как же сложно! Интересно, что бы сделал профессор Джинни, если бы был в моей ситуации? Это еще что? Во время работы над изобретением профессор Джинни иногда не моется месяцами! Ребята, он прочитал газету! Думаете, такой гений, как Лоджик, может поверить фальшивой газете? Наверняка поверит! Давайте погадаем, поверил или нет! Поверил? Не поверил! Поверил? Смотри, друзья! Идет! Лоджик, ты что, не мылся? Я работал над антимикробным изобретением, не мог не мыться, не чистить зубы! Ой! Правда? А Лоджик, ты же всегда такой чистюля! В том-то и дело! Я тут узнал, что великий профессор Джинни, когда работает над каким-нибудь изобретением, не моется целый месяц! Правда? Да! У тебя такие грязные руки, как ты можешь ими брать печенье! Ну и что? Я слишком занят изобретением, чтобы думать о чистоте рук! Правда? Значит, мне тоже можно взять! Как хочешь! Думаете, Лоджик в порядке? Не знаю! Как-то он слишком сильно изменился! Лоджик в порядке! Тебя уже помыться, от тебя ужасно пахнет! Да! Ты хоть понимаешь, насколько ты грязный? Лоджик, если тебе некогда мыться самому, давай мы тебя помоем! Да! Давайте помоем, Лоджика! Нет! Я слишком занят моим исследованием, чтобы мыться сейчас! Лоджик уже целую неделю не моется! Может, стоит рассказать ему правду про то, что газета была фальшивая? Нет! Если он узнает, он на нас так разозлится! Да, но он так долго не моется, я за него волнуюсь! Давайте подождем! В конце концов, когда он закончит изобретение, он помоется! Ребята, случилась беда! Лоджика забрали в больницу, потому что у него кожное заболевание! Что? Марин, иди первым! Ты же у нас самый смелый! Да нет, это ты самый смелый! Вот и иди! Мальчики, давайте я пойду! Вот так, Виви! Я сказал, не буду мыться! Не буду мыться! Не хочу! О, дети пришли навестить Лоджика! Да! Мы слышали, как кричал Лоджик! Что происходит? Доктор говорит, его надо помыть и обработать лекарством, но он ничего этого не хочет делать! Ладно, мне пора, но я скоро вернусь! Ты должен немедленно помыться! Если не помоешься, тебе станет еще хуже, чем сейчас! Пока не закончу свое изобретение, мыться не буду! Да какое отношение научная работа имеет в гигиене? Самое прямое! Смотрите! Так считает даже сам профессор Джинни, а я его мне не уважаю! Лоджик, я знакома с профессором Джинни, и он бы такой глупости никогда не написал! Да? Вы в этом так уверены? Да! Профессор невероятно чистоплотный человек! И когда он работает, руки моет даже слишком часто! Это серьезно? Ну, в статье написано... Знаешь, эта газета выглядит странно, может быть, она не настоящая? Лоджик! Мы тебе должны кое в чем признаться! Что вы сделали? Да как вы могли так со мной поступить?! Лоджик, прости нас! Прости! Мы просто устали от твоего вечного стремления к чистоте! И мы подумали, что тебе не помешает побыть немного грязным! Прости нас, пожалуйста! Но, честное слово, мы не думали, что это все так плохо закончится! Прости нас! Судя по всему, Лоджик имеет полное право злиться! Все-таки дети вы слишком далеко зашли! Лоджик, ну и ты должен простить своих друзей! Наверное, им правда было плохо от твоей чистоплотности, раз они решили пойти на такое! Обещайте, что больше не будете меня обманывать! Ладно, обещаем! Как же у меня все чешется! Доктор, давайте скорее обработайте меня! Лекарство! Готово! Стойте! Вам надо продезинфицироваться с помощью этого устройства! Но мы голодные! Можно мы сначала поедим? Нет! Слишком сильная струя! А мы вместе с микробами не исчезнем, а? Лоджик, убать напор! Да хватит ныть! Это единственный способ избавиться от микробов! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Как же ловко посмотри Мы надуваем пузыри Это развлечение мы любим! Любим! Так проводим день за днем В океане голубом Весело с друзьями мы танцуем и поем Если сильный шторм, то нужно спрятаться и ждать Путь закончится, тогда продолжим мы играть! А когда вечерний млой Нас накроет с головой Мы скорее к маме с папой поспешим домой Как же ловко посмотри Мы надуваем пузыри Это развлечение мы любим! Любим! Вместе под водой живем В океане голубом Весело с друзьями мы танцуем и поем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok